Всем привет, с вами Берсик, и в этом видео я сделаю обзор на дочерей Гидры Перри и Перрел Серпентайн. Продается кукла в коробке, имитирующей подводный мир. С одной стороны блистер и картонный задник имеют волнообразную форму. На волне можно увидеть происхождение героинь и их имена Перри и Перрел Серпентайн, дочери Гидры. Рядом указано название серии Histers, это игра слов his, шипение, и sisters, сестры. С сестрами все понятно, а шипение издают змеевидные головы Гидры. Из-за герба и надписи Monster High выглядывает большой щупалец осьминога, хотя, скорее всего, не просто осьминога, а монстра Кракена. На арте героини словно замышляют что-то и выглядят куда более коварными, чем в своем кукольном обличии, особенно Перрел. Ее легко отличить по преимущественно белым волосам. Название коллекции Great Scarrier Reef словно высечено из коралла, и его прототипом, вероятно, является большой барьерный риф. Это крупнейший в мире коралловый риф, который простирается вдоль северо-восточного побережья Австралии. Причем слово Scarrier является игрой слов Barrier, Barrier и Scare, и Spook. Под блистером виднеется обложка DVD полнометражного мультфильма с одноименным названием Great Scarrier Reef. На обложке можно заметить Лагуну, Фрэнки, а также Перри и Перрел. Обратите внимание, что внизу пластик рельефный, в форме волн. На боковинке размещена надпись Monster High, задняя сторона коробки темно-фиолетовая, и на ней встречаются мелкие рыбки, а также пузырьки воды. Вверху надпись Monster High, далее имена героинь и их происхождение, затем идет арт-героинь в полный рост на фоне подводного города, рядом небольшая часть их анкеты. В светящейся зубастой рыбке информация о том, что кукла может стоять на своем хвосте. В кружочке демонстрация того, что ее плавники светятся в темноте. Далее идет название коллекции и ее описание. Из него и из доступных трейлеров мультфильма мы узнаем, что бассейн в школе монстров бездонный, в буквальном смысле. Через него герои попадают в подводный мир под названием Great Scarrier Reef. На русифицированных коробках это название звучит как Большой Кошмарный Риф, однако мне ближе перевод Большой Скарьерный Риф. Итак, Great Scarrier Reef это родина лагуны, и на этот раз сюжет будет крутиться вокруг нее. Для того, чтобы вернуться в школу монстров, лагуне предстоит побороть свой самый главный страх. В этом ей будут помогать ее верные друзья, которые в подводном мире обзавелись хвостами и превратились в неких морских существ. По традиции, героев ждет знакомство с очень яркими местными жителями. Это, конечно же, Перри и Перл, а также Калла Мэри и Поси Риф. Две последние героини входят в кукольную серию под названием Down Under Ghouls, и их маленькие изображения есть на коробке. На дне коробки указано, что кукла сделана в Индонезии. Задник представляет собой бурлящую морскую пучину, и наши милые ребешки словно плавают в ней. Выделяется объемная фиолетовая водоросль, и на ней очередное напоминание о том, что у куклы есть светящиеся детали. В комплекте с куклой есть дневник, здесь можно увидеть его торчащий уголок. Также имеется инструкция, как-никак куклы этой коллекции немного необычные, и есть что о них рассказать и пояснить. Рядышком можно увидеть схематичное изображение куклы со съемными частями тела. Обратите внимание, что здесь открепляется часть хвоста, и мы с вами обязательно проверим, как это происходит. Расчески нет, и она даже не прячется за водорослью. Подставки тоже нет, так как кукла может стоять на своем собственном хвосте. Первая часть инструкции посвящена светящимся в темноте элементам в куклах коллекции. Куклы изображены схематично, и серым выделены те места, которые светятся. На втором листочке схематично изображены Перри и Перл. С акцентом на шарниры в нижней части их хвоста. На стандартном черно-белом дневнике школы монстров указаны имена девчонок, а также предупреждающая надпись. Это довольно-таки плохо читать частные мысли друг друга, поэтому даже не пытайся это делать. Внутри записи разделены на записи Перри и Перл. Обратите внимание, что у девчонок разный почерк. У Перл он правильный, практически машинописный, в то время как у Перри более неформальный. В конце дневника по традиции присутствует анкета, причем у девочек она одна на двоих. Рано или поздно в мире монстров должен был появиться персонаж с двумя головами. Я знаю, что его многие ждали, делали оаки, фантазировали на эту тему, но кто бы мог подумать, что этим персонажем станет русалка, а если быть точнее Гидра. Перри и Перл, безусловно, очень эпатажная кукла, особенно для тех, кто далек от мира монстров. Хотя, знаете, вся коллекция Great Scarrier Reef немного сумасшедшая, даже по меркам монстр-хайлавера. Словно Маттел решил в последний раз гульнуть по полной перед перезагрузкой Бренда и превращением его в сахарный и милый. Перри и Перл 16 лет. Они дочери Гидры, а если быть точнее, лирнейской Гидры из древнегреческой мифологии. Это змееподобное чудовище, обитавшее в подземных водах и побежденное Гераклом. У Гидры несколько голов с ядовитым дыханием. В дневнике Перл упоминает родителей, указывая их номера. Видимо, речь как раз-таки идет о головах этого монстра. Происхождение героинь как раз-таки объясняет их необычный облик. Две головы. Это, конечно, не так много, как у их родителей, но в любом случае больше, чем одна. При этом у девочек одно тело и длинный змеиный хвост. Что же касается человеческого мира, то, пожалуй, воплощением образа девочек можно считать такой редкий феномен, как сиамские близнецы. На сегодняшний день самым популярным киношным воплощением этого образа считаются Бет и Дот Теттлер из сериала «Американская история ужасов». Имена героинь связаны с их увлечением драгоценными камнями. С именем Перл все более прозрачно. Перл в переводе с английского – это «жемчужина». В свою очередь, имя Перри образовано от слова «перидот», что переводится как «хризалит» – драгоценный камень. Кстати, имена – это хороший способ запомнить, кто есть кто. У Перл большая часть волос белая, цвета жемчуга, что соответствует ее именем. Фамилия девочек серпентайн образована от слова «серпент» – «змея», коей они и являются. Само по себе понятие серпентайн, то есть серпентин или змеевик, является названием минерала, раскраска которого напоминает кожу змеи. Перри и Перл, очевидно, сестры-близняшки. При этом они очень часто ссорятся, спорят друг с другом, имея разную точку зрения на какие-то вещи. И самое ужасное в их ссорах – это то, что после них они никуда не могут деться друг от друга. Однако, все эти перипетии ничуть не мешают им быть друг для друга лучшими подругами. Каждая из них знает, что сестра всегда рядом и готова поддержать и помочь. Вы только вдумайтесь, они всегда вместе, но это не помешало им указать в анкете своим любимым занятиям проводить время друг с другом. Но, несмотря на это дружеское единение, девочки, а если быть точнее Перл, не любят, когда их принимают за одного монстра. Ведь каждая из них – это отдельная личность со своими мечтами, интересами и характером. В школе любимый предмет Перл – это гемология, наука о драгоценных камнях. В свою очередь Перри предпочитает урок по обработке металлов. Эти два предмета прекрасно дополняют друг друга, ведь общая цель девочек – в дальнейшем заниматься дизайном ювелирных украшений. Нелюбимый предмет девочек – это однозначно дебаты. Утомленные спорами друг с другом, героини не хотят спорить еще и с другими монстрами. Также девчонки абсолютно солидарны в выборе любимого цвета – золотой. Цвет – большей части их украшений. Любимая еда девочек – это любая еда, которую можно кушать при помощи одной руки, потому что в таком случае они могут кушать одновременно. Еда, которая требует использования двух рук, очень сильно затягивает процесс, потому что тогда ее нужно подносить к каждому рту по очереди. Питомца у девочек нет, потому что Маттел давным-давно перестал делать питомцев для новых героев. Ну, а причина, указанная в анкете – это то, что главы семейства Перри и Перл не разрешают им заводить питомца, пока они не определятся с тем, какого он будет вида. В своем образе девочки придерживаются девиза «одно украшение хорошо, а два лучше». Они просто обожают аксессуары, различные побрякушки – это их общая страсть. Они часто отправляются на охоту за драгоценными камнями, чтобы украсить ими свой аутфит. В анкете указано, что Перри и Перл – лучшие друзья друг для друга, также в этом пункте отмечена Калла Мэри. Однако с Каллой дела обстоят не так просто, и лишь углубившись в личности каждой из сестер, мы узнаем, в чем тут дело. По характеру сестры – полные противоположности. Перри, девочка с синими волосами, старается во всем видеть только хорошую сторону. Она настоящая добрая душа. По сравнению со своей сестрой Перл, она не только более милая, но еще и в какой-то степени более зрелая. Дело в том, что она быстрее справляется с проблемами и не принимает близко к сердцу какие-то вещи, из которых Перл может раздуть настоящую трагедию. Порой Перри кажется легкомысленной, неугомонной. Дело в том, что она хочет жить свободной жизнью, но это крайне трудно из-за общего тела с сестрой. Зачастую она увлекается какими-то вещами, эгоистично забывая, что она делит тело с созданием, у которого совершенно другие предпочтения. Например, она может скушать рыбку, на которую у Перл аллергия, та в итоге покрывается прыщами и устраивает сестренке кузькину мать. К счастью, по отношению к сестре Перл очень отходчива и не злится на нее слишком долго. В отличие от своей сестры, Перл настоящая змеюка, прямо-таки оправдывает свое происхождение, она очень вспыльчивая, зачастую действует сгоряча, даже если впоследствии она будет жалеть об этом. С Перл не так-то просто ладить, она нахальная, независимая и действует только по своим собственным правилам. Также она не очень-то терпелива к чужим ошибкам и предательствам. Вернемся к анкете и пункту, в котором Калла Мэри указана как лучшая подруга девчонок. Чую, этот пункт заполняла Перл, потому что Перри считает, что Калла слишком ими манипулирует и с какой-то стати ведет себя как босс. Перри очень раздражает, что ее, казалось бы, такая самостоятельная, волевая и самобытная сестра делает все, что ей говорит Калла Мэри. В свою очередь, для Перл дружба с Каллой это такой способ почувствовать себя особенной, потому что на рифе Калла Мэри многих не любит. Сдружились девочки на почве танцев, Перри и Перл выступают у Каллы на подтанцовке. Шокирующее строение тела Перри и Перл, на мой взгляд, сглаживается красивой внешностью и утонченным образом. Из-за этого кукла совсем не пугающая. Как говорится, одна милашка хорошо, а две лучше. При этом обратите внимание, что Перл выглядит даже милее своей сестры. Такая светленькая, прямо-таки ангел. Еще одно доказательство, что внешность бывает обманчива. Скинтон у куклы светло-серый, красиво переливается и отдает перламутром из-за вкрапления множества крохотных блесток. Молд по форме немного напомнил мне мою любимую Робекку, но при этом он уникальный и не повторяет его. Имеются рельефы мелких змеиных чешуек в области бровей с одной стороны лица и в области скул с другой. Также чешуйчатые рельефы есть на тонком носике, а на подбородке ямочка. Сестры-близняшки и их красивые лица очень похожи, за исключением цветов, используемых в макияже. У Перри на подвижном веке тонкая линия оранжевых теней, у Перл салатовая. Глаза Перри обрамляют голубые тени, глаза Перл светло-сиреневые. Губы Перри окрашены в насыщенно-фиолетовый цвет, в то время как губы Перл коралловые. У обеих девушек темно-серые брови в форме плавной дуги, красивой формы глаза с синим зрачком, голубой радужкой, с вкраплением золотого цвета в ней. На глазах имеется черная подводка, а также верхние и нижние черные ресницы. Вдоль линии бровей идут синие точки, они располагаются между ресничками. Также область с маленькими точками есть под глазом, у внутреннего уголка. Губы у девочек красивой формы, с тоненькими уголками. Распущенные волосы Перри и Перл разделены на боковой пробор. У Перри с одной стороны, у Перл с другой. У обеих кукол линия пробора длинная и прошита до затылка. В целом прошивка хорошая, пожалуй, за исключением небольшого участка на голове Перл. Он выглядит пустовато. Длина волос по пояс, на концах сформированы кудряшки. На них нанесен лак, поэтому на ощупь кудряшки немного твердые. Также небольшое количество лака есть на проборе. Остальные волосы гладкие, мягкие и приятные на ощупь. Эффект жирности отсутствует. Пришло время поговорить о цвете волос. Волосы Перл преимущественно белые, жемчужные. За исключением небольшого количества синих волос на затылке. В свою очередь, в волосах Перри синий цвет является основным. Белые лишь прошиты по линии пробора в небольшом количестве и словно накрывают синие волосы с одной стороны. Обратите внимание, что синий цвет не совсем обычный. Это скорее цвет морской волны, смесь синих и изумрудно-зеленых волосинок. Необычные уши девочек выполнены в виде жабр. Сережки есть только во внешних ушках. У Перри золотая, у Перл фиолетовая. Серьги вынимаются из ушей. Они выполнены из пластика и представляют собой цепочки, украшенные монетками, драгоценными камнями и ракушкой. На одной из монеток можно заметить черепок. На внутренних ушках девочек есть лишь имитация прокола. Кстати, на промо-фото этой куклы расположение сережек противоположное. У куклы две шеи, они наклонены в разные стороны для удобного соседства двух головушек. Хочу отметить, что близкое расположение голов ничуть не стесняет их движений. Каждое может совершить полный оборот. На шейках двойное золотое ожерелье с монетками и камнями, не спадающее на грудь. Оно в таком же стиле, как и сережки. На цепочках есть камень с черепком, а также ключик с головкой черепком. К телу ожерелье прикреплено прозрачными резинками. Без резинок ожерелье хорошо держится и не топорщится. Снимается оно запросто, так как с задней стороны есть два разрезика. Выполнена эта деталь из пластика. На талии богатый золотой пояс, выполненный из нескольких рядов цепей, жгутиков и бус. С одной стороны четыре ряда, с другой три. В центре пересекаются два ключика. Головка одного это черепок, второго жемчужная ракушка. Вниз простираются четыре ряда бус, наверняка имитирующий жемчуг. Они разной длины и в месте соприкосновения представляют собой одну деталь. На свисающих монетках присутствуют не очень различимые рельефы. Мне удалось распознать перекрещенные косточки, а также черепок. С задней стороны пояс на застежке и легко снимается. Выполнен он из мягкой резины. Кофточка выполнена из гладкого, приятного на ощупь мягкого материала. Она достаточно длинная, тем самым более походит на тунику. Она красиво облегает тело куклы, подчеркивая ее формы. У кофты V-образный вырез и короткие рукава, отделанные достаточно объемной черной сеткой. На ощупь она мягкая, крайне обработан швом. Низ туники немного округлый и обработан желтой каймой. С задней стороны кофточка немного длиннее. Ткань в районе груди красиво созборена. Принт представляет собой яркий каламбур разных цветов. Розовый, синий, бирюзовый, желтый. Все это похоже на коралловый риф и множество ярких рыбешек и других существ, проживающих в нем. А эти кружочки, на мой взгляд, похожи на яркие глазки, которые смотрят на нас из темноты. Кофта на белой липучке по всей ее длине и легко снимается. Тело девочек очень необычное и интересное, и начнем мы с верхней части. Вверху оно молдировано под змеиные чешуйки. Сначала идут мелкие, на пузике чуть крупнее. Самые миниатюрные чешуйки на кистях рук, за исключением ладоней, они гладкие. Также обратите внимание, что между пальцами есть перепонки. В области предплечий на руках имеются плавники с паутинными рельефами. Они очень изящные и тоненькие. Заметила, что на шеях куклы есть необычные рельефы с двух сторон. На спине есть участок без чешуек с информацией от производителя. К сожалению, у этой куклы нет грудного шарнира, как у Каллы Мэри и Поси Риф. Нижняя часть тела представляет собой темно-синий змеиный хвост. Материал матовый, за исключением кончика, он глянцевый. Всю поверхность хвоста покрывают рельефы чешуек, причем разной формы. Волнистые и тонкие рельефы в верхней части хвоста окрашены в пастельно-зеленый цвет. Они формируют красивые узоры и похожи на водоросли. В нижней части, а также с задней стороны хвоста, есть подобные рельефы, но не окрашенные. Каждая кукла коллекции Great Scary Reef имеет светящиеся в темноте детали. До сих пор единственной куклой с подобной фишкой была Твайла со светящимися глазами. У Перри и Перл эта особенная деталь — это раскидистые розовые плавники в верхней части ее хвоста. Они выполнены из пластика, а по форме почти такие же, как те, что мы видели на руках куклы, только крупнее. В состав этой детали входит фосфор, и зарядив ее на свету, можно затем наслаждаться эффектом волшебного свечения в темноте. В центре хвоста, с одной его стороны, есть небольшой пастельно-зеленый плавник, выполненный из резины. Нижний плавник такого же цвета, только выполнен из пластика. По форме он очень красивый и изящный. Украшает его пирсинг в виде двойной фиолетовой сережки с крупным камнем и черепком Монстер Хай. От них идут длинные нити бус. Не советую вам пытаться откреплять сережки от плавника. Верхнее крепление достаточно плотное, нижнее в моем случае выскользнуло, и теперь держится не очень хорошо. Хвост Перри и Перл имеет четыре точки артикуляции. Поясная часть в центре и две точки ближе к концу. Давайте рассмотрим по порядку возможности шарниров. Итак, поясной позволяет кукле двигаться таким образом. Центральный шарнир можно согнуть в такое положение, а также он крутится. Другие вариации невозможны. В такой комбинации можно сказать, что кукла установлена в сидячее положение. Теперь давайте рассмотрим два нижних шарнира. Переведение их в устойчивое положение позволяет кукле стоять самостоятельно без подставки. Их возможности движения выглядят таким образом. По факту они крутятся вокруг своей оси. И последний моментик. Согласно схеме на коробке, в этом месте хвост можно разъединить. Не обманули! Перри и Перл мои любимицы в коллекции Great Scary Reef. Необычные, в меру яркие. Образ интересный и не перегруженный. Мне очень нравится их необычное строение тела, при этом нежная и, я бы даже сказала, изысканная красота. А еще здорово, что внутри одной куклы сочетаются такие разные характеры. Внутри каждого из нас есть разные стороны. И очень важно находить гармонию с самим собой и с окружающими. В этом мы можем смело брать пример с Перри и Перл. Они любят друг друга, несмотря на все различия. Я советую вам присмотреться к этой куколке, потому что она действительно достойна внимания. Чаще улыбайтесь, любите котиков и своих братьев и сестер! Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok